Добрый день, друзья! Спасибо, что смотрите. Добро пожаловать снова на мой канал. Сегодня вы вместе со мной путешествуете по французскому городу Минтон, что он за границей между Италией, Францией и княжеством Монако. Архитектура города очень похожа на лигюрийский пейзаж. Пастельные тона мне в самом деле напоминают любимую Италию, в которой я живу и работаю много лет. Город Минтон был обитаем еще в доисторические времена и когда-то являлся частью французского и генуэзского княжества. В XIX веке он стал популярен среди европейской и российской знати, которые приезжали сюда лечиться от туберкулеза и болезней легких. Поэтому на историческом кладбище Минтона очень много загранений, в том числе с русскими фамилиями. Чаще всего название этого города вы услышите зимой, в феврале месяце, поскольку здесь проходит популярный карнавал. Издавна в этом городе выращивали цитрусы, поэтому карнавал здесь проходит великолепным шествием, праздником лимонов. В последние годы здесь стали выращиваться цветы и растения для изготовления французской парфюмерии. В ближайшем городе Грасс находились античные фабрики по изготовлению духов, которые здесь также повсюду в продаже вы увидите в традиционных лавках, которые расположены в пешеходной зоне города. Близость к аэропорту делает этот курорт популярным среди итальянцев и среди французов, а также здесь все же слышится русская речь, хотя и не так часто, как в соседней Ницце. Аэропорт расположен совсем недалеко, билет в одну сторону стоит 13 евро, туда-обратно 23. Если вы приедете на машине, то помимо пляжного отдыха вам стоит съездить в такие городки, как Сан-Поль-де-Ванс, средневековый Эс, а также Сан-Тропе, либо посетите княжество Монако или итальянский город музыки Сан-Рэмо. Главной достопримечательностью этого городка является кафедральный собор Сан-Мишель, посвященный Архангелу Михаилу. Также здесь есть казино и международный музыкальный фестиваль. Также в живописной старой части города находится русская церковь, которая была построена в 1892 году по инициативе великой княжды Анастасии, внучки Николая I, на деньги русских меценатов. Очень интересный музей изящных искусств и музей Жана Кокто, который в настоящий момент был закрыт. Также не так давно полностью перестроили и оборудовали набережную. Если вы любите оборудованные пляжи, то здесь они вам покажутся очень дорогими. В сравнении с соседней Италией стоимость примерно около 35-40 евро с человека, а в ближайших городах, которые находятся недалеко от Ментона, и вообще 250, а то и 300 евро за день. В целом, цены во Франции мне показались гораздо выше, чем в соседней Италии. Я теперь понимаю, почему наши соотечественники из французских городов переезжают каждые выходные на рынок, что находится в Вентимиле, либо на итальянские пляжи. А я, в свою очередь, хочу вас пригласить на свои экскурсии. Не забудьте поставить лайк под этим роликом. Напишите также в комментариях, пожалуйста, если вы были в одном из перечисленных мною городов Франции. И также, если вас заинтересовали мои предложения по северу Италии, я жду вас на своих экскурсиях в Пьемонте, друзья. Ариудерчи, до скорой встречи в Италии. Ваш лицензированный гид по северу Италии и региону Пьемонт Амирова Альмира. Ариудерчи, пока, пока и хорошего лета. Субтитры сделал DimaTorzok